Да, сегодня мы увидим потрясающие виды Барселоны и узнаем город совсем с другой стороны. Я нахожусь вот здесь. Туро – это холм, и весь этот холм является частью музея истории Барселоны. Почему же это место, где до сих пор сохраняются огороды и открываются вот такие виды на Тепидабу и на неизвестные туристам районы Барселоны? Почему же она такая известная? Потому что здесь находятся знаменитые бункеры, которые были построены в 1937 году во время Гражданской войны Испании, чтобы защитить город от фашистской авиации. Здравствуйте! Добро пожаловать в незнакомую Барселону. С вами ваш гид в Барселоне Светлана. Сегодня мы посетим чудесное место. Это вход в верхнюю часть холма. Вот так вот она видна снизу. Там находятся антенны. А, повторяю, в 1937-1938 годах здесь находились антибокавиационные, зенитки, можно их назвать. Но Барселона была захвачена фашистами в апреле 1939 года. Начинается совсем другой период жизни. Испания очень тяжелая для Барселоны, для Каталонии. И что же здесь было дальше? Вот так летали самолеты над Барселоной. Город Бомбилия. И надо было его защитить. Ну, это летит как раз вертолет. И, по-моему, вертолет полицейский. До сих пор сохраняются остатки каких-то укреплений. Когда-то вот здесь вот стояли зенитки. Но сейчас это место стало очень популярным среди иностранных туристов. Сюда поднимаются, чтобы увидеть Барселону, 360 градусов. И настолько это место стало популярным, что, конечно же, местные жители начали жаловаться. Начали жаловаться. И мэрия приняла меры. Потому что сюда приходили выпить на закате. Всю ночь здесь гуляли. И вот сейчас вот все оградили заборчиком. Открывают заборчик в 9 утра. Ну, а закрывают в зависимости от времени года. Сейчас вот зимой я снимаю в январе. Пол шестого, а летом в пол восьмого. Я снимаю утром. Поэтому здесь мало народу. Вот видите, типичный турист. Что здесь делается на закате? Это просто сумасшедший дом. Потому что во всех путеводителях написано, что надо приезжать сюда на закате. Потому что именно на закате отсюда открывается потрясающий вид. Когда вся Барселона окрашена в такие желто-оранжево-красные тона. Вот это места, где стояла пушка или зенитка. И есть недоступные части бункеров. Там вот внизу. Попробую сейчас показать. Туристы любят вот так вот посидеть, свесив ножки. Ну вот немножко официальной информации под музыку. Написано, что высота этого холма 262 метра. То есть он выше холма Менджуик. Вот там на горизонте, прям перед нами базилика святого семейства. Две башни Олимпийского порта и башня Глориас. И вот здесь, на этом холме, в конце 19 века, в 1886 год, была построена водонапорная башня. Вот нам показывают тут эпоху башни. И вот показывают уже военные снимки. Насколько я знаю, это называется зенитки. То есть это место было выбрано, естественно, из-за видов. Тогда виды были не туристические, а чтобы можно было защитить город. Кстати, бомбила итальянская авиация Муссолини. После войны Испания была очень бедная. И здесь мы видим фотографию барака. Барака, сарай. Это эмигрантка. То есть она приехала откуда-то из Южной Испании или с Северной, из более бедных областей. Тогда сюда ехали сотни тысяч эмигрантов в поисках работы. Рутим было негде. И многие из них поселялись вот таких вот разваленных, заброшенных. Все это было заброшено. Хашисты, когда завоевали Барселону, естественно, брали все пушки. Точнее, их перенесли на побережье Коста-Браво. И там тоже есть бункера. А здесь жили люди в ужасных условиях. Других не было. До сих пор этот район называется районом Каньонас. Вот постараюсь показать вам Канонс. Вот фотографии 1955 года. Такая нищая эпоха Испании. Канонс это и есть, собственно, пушка, пушечная дула. Это было вплоть до 90-х годов, когда начали ехать туристы. Вот такие, которые тут все отмешают. Кстати, посмотрите, это я январь снимаю. Она сегодня 26 января, кстати говоря. Жарко, кошмар. Да, так вот, туристы угнали отсюда. Местные жители. Местные жители там сейчас внизу. У них еще огороды есть. И это место стало очень и очень туристическим. Ну и, конечно же, использовали его для антенн. Это здесь написано на четырех языках, что нельзя заходить вот за эти ограждения. Да? Понятно. Пошли дальше. Написано, что вот здесь, на самой высокой точке этого холма, находилось командование вот этой батареи. Ну и вот здесь все написано. И ее командомент. Команд пост. С картами. Потому что, повторяю, это территория музея истории Барселоны. Вот тут написано, что все это исследовано. Вот я вышла на место еще одной пушки. Вот здесь все в граффити. Вот такое очень удобное место. Для граффитерос, как это называют их в Испании. И как раз под нами жители, бывшие жители вот этих вот укреплений. Потом, когда немножечко улучшается ситуация, появляется контроль. Это уже начало девяностых. Это уже ближе к Олимпиаде. Да? До начала девяностых Барселона. Была практически городом. Ну, конечно, были законы, но другие нормы. Так вот, они спустились немножко вниз. Построили такие вот домики. И это практически сельская зона. Потому что у них там свои огороды, свои садики. И они жили очень спокойно вдали от шумного центра, вдали от всех. Пока не появились все вот эти соцсети. И в соцсетях туристы начали рекламировать это место. И сейчас... Я повторяю, сейчас никого нет. Но летом на закате, когда жара спадает, здесь, можно сказать, плюнуть негде. И летом сюда добираться тяжело. Сюда можно доехать на автобусе. Поэтому до автобуса надо немножко пройти. Но даже сейчас жарко. Вот я стою в свитере. Мне просто его... Ну, нечего мне снять, скажем так. Потому что я выехала с утра. Жирон. Это же у меня с собой куртка. Но на самом деле сейчас нужна маечка с коротким рукавом. Это январь. Представляете, как мы будем страдать в июле. Ну, вот, воспользуюсь моментом, пока никого нет. На самой высокой точке. Пробую подняться. Видите, у нас уже бабочки тут летают. И именно отсюда, с этой точки, открывается, ну, как считается, самый лучший вид на город. Давайте проверим. Ну, вот сейчас мы видим самую высокую точку города. Гора Тибедабо с храмом Святого Сердца Христа. Это горы, огружающие Барселону. Кстати, отсюда даже виден снег. 150 километров. Это Пиренея. Снега сейчас мало. Вот там наверху летит самолет. Вот так ходить не рекомендуется, потому что опасно. И с другой стороны, уже с южной. Попробую встать вот так вот в тень. Собственно, виден весь туристический центр Барселоны. Море. Новый район. Сягунальмар. Естественно, Саграда. Сейчас такая легкая дымка. Видите, как раз сейчас утром получаются плохие снимки, потому что солнце светит прямо на меня. То есть сейчас уже где-то часов около 12. На полдень. А я как раз направляю камеру на юг. Ну, город в дымке. Просто представить, что пережила это место. Этот холмик. Сколько несчастья, да, сколько вот трагедии разыгрывала здесь. Вот видите, вход туда вниз. Проход прикрыт каким-то железным листом. Ну, то, что здесь, повторяю, уже в наше время молодежь, конечно, устраивала все, что хотела устраивать. Пока я наслаждаюсь относительно тишиной. Хотя запах марихуаны меня преследует. Вот еще один красивый вид. В ту сторону ходит город Бадалона, Сан-Адриадо-Бесос, побережье Морезме. Вот эти вот три трубы. Это комбинат, там сжигают мусор. Это, кстати, граница, официальная граница, восточная граница Барселоны. Ну, и дальше мы видим все, что видят туристы. Вон, вот эти вот два мальчика сидят в неположенном месте, курят то, что тоже неположено. На самом деле здесь есть где полазить. Видите, тут довольно неудобные ступеньки. Вообще, надо быть очень осторожным здесь. Вот можно увидеть еще места, вот такие круглые. Стояли зенитки. И, кстати, настоящие пушки можно видеть в музее на горе Манджуик. Постараюсь показать вот эту гору. Там сохраняется замок. Замок постройки 18 века. Там был музей военный, потом его убрали. Сейчас просто замок можно посетить, но там пушки все еще стоят. Вот так всегда приходит турист. Потому что она, скажем так, разными путями подходит. Пожалуй, пройдусь по этой улице. Покажу вам сельскую Барселону. И дойду вот до той сосновой рощи. Там, видите, есть крестик. Посмотрим, что это за крестик. Вот я заметила, прям на полу кафельная плитка. Но это явно с времен, когда здесь уже жили люди. На 50-е, 60-е годы. Дома снесли, вот эти вот сарайчики. А плитка вот так, то есть, остается. Здесь рассказывается подробно про эту, как это называют, батарея антиаэрея. То есть, противовоздушная батарея, так понимаю. Да? И фотографии, которые остались с тех пор, можно сравнить с современными. Все очень подробно расписано. Поэтому для любителей этой страницы истории, можно прийти сюда. У вас будет полная информация. Вход сюда бесплатный. Под нами район Кармель. Как-нибудь отсюда тоже сделаю видео. Район эмигрантов, куда приехали в 60-е годы, в 70-е застраивалось это все. Это тоже тогда не было особо контроля. И дома застроены очень плотно. Ну, сохраняются домики все еще со своими садиками, построенные в 50-е годы. Ну, уже в наше время, ну, как в наше, 90-е. Там вот начали строить высотки. Вообще-то мало высоких домов в Барселоне. Но вот как раз мы видим район. Сейчас там живут тоже уже пенсионеры. Но это все люди, которые приехали в Барселону в поисках возможностей, в поисках работы. И дальше уже начинаются горы ближе. Границы с Францией. А вот эти горы, это Кульсирола. Это северная граница Барселоны. Вот я уже спускаюсь. Ведь тут есть ворота. И сейчас пойду по такой деревенской улочке вон туда. Деревенскую улочку я покажу в следующем видео. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok